Спасибо. Я думал, что уже с военной темой закончена. Уже было понятно, но как бы уже даже песню начал писать, оказалось, войны не будет. Потому что это невероятная человеческая глупость. И все-таки мы, воспитанные в советское время на фильмах и песнях, продолжаем писать песни о войне. Вот одна из них. «Домой» называется. Свет отражался от жёлтой цистерны, подал в окошко вагона. Солнцем залитые поли люцерны, чудилась парня в погонах. Он возвращался к тем, кто остались через потери и беды. Под перестуки, кованая сталь, в город свой после победы. Наконец-то домой размышлял он неспешно. Слава Богу, живой. И все то, что, конечно, он фронтовые сто граммов поднимет. Блески медали и взгляда. Близких своих долгожданно обнимет всех, и другого не надо. Может быть, это и силы давало, все переждать дни погоды. Как же, родные, ему не хватало вас эти долгие годы. Наконец-то домой размышлял он неспешно. Слава Богу, живой. И все то, что, конечно, в мире солдатские судьбы бежать. И всем по штабному указу нам разрешили домой возвращаться. Тот, кто направо к себе в Подмосковье, к жизни, к родимым причалам. А прямо в Манчжурию свежую кровь, словно война не кончалась. Кто направо домой? Те, кто прямо на пивы, кто вернется герой. Из-под лезвия бритвы через ответа летящих составов будут стоять на пироне. Мама и папа сутулись устало, братик и девушка Тоня. Все поезда мимо них пронесутся, не возвращаясь обратно. Так они никогда не дождутся мужа и сына, и брата. И вздохнув старшина, Пахоронку заполнит, ведь война есть война. Жаль, не все это Бог. Жаль, не все это Бог.